Всем привет! В этом видео мы познакомимся с библиотекой VKUI, рассмотрим компоненты, которые определяют структуру приложения, познакомимся с часто используемыми компонентами топ-бары FixedLayout, создадим свой компонент для отображения информации о выбранном блюде. VKUI — это библиотека адаптивных React-компонентов. Она используется для создания пользовательского интерфейса ВКонтакте для различных платформ. Ее применение поможет вашему приложению органично вписаться в общий UI. Давайте рассмотрим компоненты для формирования структуры приложения. На верхнем уровне находится SplitLayout. Это компонент-контейнер для создания экранов с многоколоночной структурой. Внутри SplitLayout расположены компоненты SplitCall, которые отвечают за отрисовку отдельных колонок. Внутри колонки мы расположим компонент Epic. Он используется для организации экранов приложения и размещения компонента TopBar. TopBar используется для навигации. Мы его рассмотрим чуть позже. Внутри Epic находится один или несколько компонентов View. Это базовый компонент для создания панелей. В качестве дочерних элементов View содержит коллекцию компонентов Panel, из которых виден только один. У каждой из панелей должен быть идентификатор. Свойство ActivePanel указывает активную панель. Модальные экраны и всплывающие окна мы рассмотрим позже в уроке о навигации. Отдельно давайте рассмотрим компонент TopBar. Это компонент для навигации внутри Epic, представляющий из себя нижний блок навигации с отдельными страницами или табами. Таббар item — элемент навигации, кнопка в таббаре. Еще один компонент, о котором я хотел бы упомянуть — это FixedLayout. Он закрепляет вложенный React-компонент вверху или внизу области видимости и учитывает высоту шапки и другие системные отступы. В нашем приложении мы поместили в FixedLayout кнопки «Заказать» и «Поделиться ссылкой на заказ». И прикрепили весь блок к низу экрана. Давайте рассмотрим верстку страницы блюда. Она будет содержать информацию о блюде, включая его изображение, описание, а также возможности для уточнения деталей заказа. Кнопка «Заказать» в этот экран не входит. Мы реализуем экран в виде собственного компонента DishInfo, который, в свою очередь, будет использовать дочерние компоненты DishHeader, DishImage и DishOptions. Компонент DishImage будет выводить фотографию блюда. Его код вы видите на экране. Компонент DishHeader содержит название блюда и кнопку «Нравится» в виде сердечка. Для отображения заголовка и создания кнопки мы используем компоненты, которые предоставляет библиотека VKUI. SimpleCell — компонент для отрисовки простой ячейки с информацией. CellButton — компонент кнопка для Cell, Title — компонент для заголовков. А также мы используем иконки, которые нам предоставляют ВКонтакте. Компонент DishOptions представляет собой группу чекбоксов, с помощью которых вы можете уточнить параметры блюда. Реализовать этот компонент можно так, как показано на экране. Мы использовали групп для группировки контента по смыслу, компоненты формы — форму layoutgroup и форматом для создания структуры формы, а также компонент checkbox из VKUI. Объединим все наши компоненты в родительском DishInfo. Итоговая верстка приведена на слайде. Подведем итоги. В этом видео мы познакомились с библиотекой VKUI. Рассмотрели компоненты, которые используются для создания структуры приложения. Дополнительно познакомились с TapBar и FixedLayout, а также сверстали свой компонент DishInfo, который использует компоненты VKUI для отображения информации о блюде. Спасибо за внимание! Ждем вас на следующем уроке, где мы расскажем об организации навигации в приложении.